Сегодня в Архизе под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова состоялось совещание по вопросам развития туристической отрасли в Северокавказском федеральном округе. Говорили собравшиеся об итогах туристического сезона 2023 года и новогодних праздников 2024 года в субъектах СКФО, а также о мерах государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В совещании приняли участие руководство Карачева Черкесской Республики, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, представители аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, субъектов Северного Кавказа, руководство управляющей компанией «Курорт Архиз», руководство «Кавказ.РФ». Было отмечено, что Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха – горы, море, каньоны, целебные источники, богатая история и архитектура. А Карачева Черкесия стабильно входит в число лидеров, как Северокавказского федерального округа по туристическому потоку, так и России. Благодаря тому, что есть и что посмотреть, и уже есть и где остановиться, на Кавказ едет отдыхать все больше туристов. Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране. У нас сразу пять проектов на 12 миллиардов рублей кредитного портфеля получили поддержку по программе льготного кредитования крупных гостиниц. Это итоги первого-второго отбора. У нас в Ставропольском крае, в Карачаево, Черкесии будет введено почти 1600 номеров именно по тем отборам. С учетом спроса на программу, мы сейчас продляем третий этап до 20 февраля. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Борисповичу, Тимрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов. Мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома нового. И посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Поэтому фиксируем, что у нас и темпы хорошие, и планы новые появляются. Подробнее о совещании, которое прошло в Архизе, мы расскажем в понедельник в наших выпусках Вестей.